Мы начнем с попеременного дыхания, но такой редко встречающийся вариант анулома-вилома выполним. Значит, он выполняется с более продолжительной стимуляцией на каждую ноздрю. Что это значит? Пожалуйста, внимание, а то запутаетесь потом. Мы вдыхаем, в традиции выдох всегда через левую ноздрю, потому что левая сторона нечистая. Но это также знаете, что левой рукой индийцы не трогают ничего, потому что подмываются. Нечистое. Но это суеверие. Начинается с выдоха через левую, вдох через правую, выдох через правую опять. Вдох через правую и потом только выдох влево. То есть мы дольше задерживаемся на одной ноздре. То же самое. Вдох через левую, выдох опять через левую. Вдох через левую, выдох через правую. Это будет один цикл. Всем вроде все понятно. Я все равно сейчас напомню. Потом мы будем каждый в своем ритме дышать. Я поставлю метроном в какой-то момент. Значит, у нас какая сейчас задача? Все более-менее знакомы или хотя бы слышали про полное дыхание, да? Надеюсь, да? Полное дыхание. Это глубокое диафрагмальное дыхание, когда мы в определенном порядке учимся рекрутировать дыхательные мышцы. Мы начинаем со вдоха от живота, то есть выпуская живот, расслабив брюшную стенку. Диафрагма занимает самое нижнее положение. Дальше мы подхватываем это движение, расширяем ребра. Но у нас живот при этом чуть-чуть подтянется. Это нормально. Расширяем ребра, переднюю часть. Особенно следим, чтобы спина расширялась. В принципе, субъективно у нас вдох. Первая часть его должна вызывать ощущение расширения брюшной стенки, талии и поясницы. Дальше мы это ощущение расширения, как воздушный шарик, который надувается, в грудную клетку смещаем, переднюю часть, боковую и заднюю. И под конец ключица заполняем. Типичная ошибка при заполнении верхних долей легких – напряжение плечевого пояса. Человек хочет впихнуть побольше. Вот впихивать побольше не надо, потому что на задержках это вам не поможет, а наоборот уменьшит время задержки. Напряжение у вас больше, чем туда вы запихнули воздуха в легкие. То есть у нас зависит задержка, конечно, от объема легких тоже, но от напряжения гораздо больше зависит. Поэтому должно быть у вас ощущение, когда вы полностью вдохнули, что вы как будто продолжаете вдыхать еще с открытым горлом. То есть в таком тонусе держите свои легкие, но не натуживаете, не впихиваете туда еще. Дальше вы просто в желудок начнете глотать воздух. Кстати, есть такая процедура, шан прокшалана воздухом. Когда глотают в желудок, проводят по всему джекаты. Потом в одиночестве пукают. Чтобы нам не пукать, поскольку мы не одиноки здесь, мы задержку делаем еще с ощущением небольшого запаса. И основная задача научиться. Это вообще базовая техника, но у нас просто нет времени все-все-все разжевывать. Я полагаю, кто-то уже знаком. Вдох от живота научиться делать. Долгий, плавный, полный и легкими. И выдох, когда мы начинаем, мы начинаем с подтягивания брюшной стенки. Хотя визуально, если ротация внимания обычно на вдохе вверх, на выдохе вниз идет, но с дыхательными мышцами немножко не так. Нам нужно начинать с поджатия брюшной стенки, чтобы сначала вытеснить воздух из нижних долей легких. Тогда у нас механо-рецепторы в грудной клетке сработают позже, когда грудная клетка сожмется. И сигнал в дыхательный центр, что выдох случился, и пора стимулировать вдох, придет позже. Понимаете, о чем я? Если он придет позже, у нас позже на выдохе возникнет дискомфорт. Люди очень часто не могут выровнять вдох и выдох, потому что выдох начинают от груди. У них в животе еще, ну не в животе, в нижних долях легких остается. Грудная клетка уже сжалась, и сигнал идет дыхательным мышцам от дыхательного центра, а пора бы уже наоборот расширяться, а не сокращаться. И вот это вот прям физиологически, субъективно ощущается, как какой-то затык. Вот вы как будто в какую-то плотину уперлись, и что-то не слушается, не получается. И если дальше выдыхать, то очень сильное напряжение возникнет. Это сбивает обычно дыхательный ритм. У нас же первая основа, это именно дыхательный ритм. То есть что во что бы то ни стало, мы его стараемся держать и растягивать. То есть вообще самая главная задача вам научиться дышать, например, 30 вдох, 30 выдох. Или там даже дольше. Это без задержек. Это уже само по себе, если дыхательный цикл, даже 20-20 будете дышать, уже будет гиперкапния, уже будет польза для мозга без задержек даже. Потом, когда вы еще вводите задержки на этот дыхательный ритм, вы его стараетесь сохранять. В традиционных школах именно так и обучают. Не дают задержки, пока не научитесь дышать там хотя бы 40 секунд на цикл. На один. Само варите. Вот мы сейчас попробуем с вами. Сделайте полный выдох через левую ноздрю. Вот такая мудра для перекрывания ноздрей используется. Классика это вот так. Мизинец еще под безымянный палец. И кончиками подушечек пальцев сразу нащупайте точку ближе к хрящу. Там, где вы легким касанием без искривления носовой перегородки. То есть не так вот, а вот так тихонечко будете зажимать. Подтягивая живот, выдыхаем через левую ноздрю. Сократили промежность на выдохе. И начинаем вдох, выпуская мягенько живот, можете ладонь на него положить, через правую ноздрю. Вот никуда не торопимся, медленно и плавно расширяем грудную клетку. Расправьте подмышки и лопатки. Можно вот так держать руку, чтобы не уставало. И выдыхаем снова через правую ноздрю. Начиная подтягивать живот. Подтягивайте живот и сразу сокращайте промежность на выдохе. Когда задержек не делаем, мы мула-банху только в процессе выдоха выполняем. Вдох теперь справа от живота. Почувствуйте, как расширяется талия, поясница, живот. Затем плавающие ребра. Расширяются лопатки. Грудная клетка и область ключиц в конце. Ощущение, что до горла дошел вдох. И влево выдыхаем, подтягивая живот и промежность. Вот прям акцентируйте сейчас подтягивание брюшной стенки. Хорошо. Когда сделали до выдоха, сократив живот и промежность. Живот выпуская, медленно делаем вдох. Нам вначале даже немножко сдерживать его нужно. Потому что у нас отрицательное давление. И воздух так быстро вначале входит в легкие. И мы чуть-чуть горло, голосовую щель поджимаем, чтобы медленнее заходил воздух. Заполнив весь объем, мы теперь выдыхаем вправо. И дальше каждый будет выравнивать дыхательный цикл. Попробуйте начать 12-12. 12 секунд вдох, 12 секунд выдох. Если это покажется легко, на следующий цикл на 2-4 секунды прибавьте. На выдохе, на вдохе, как получается. У нас метроном. Мы продолжаем. Кто может переходить сразу на более длинную пропорцию, сразу начинайте там 20 вдох, 20 выдох. Или 24 вдох, 24 выдох. Или можете здесь постепенно к этому ритму приходить. На каждый цикл, например, прибавляя по 2 секунды на вдохе и 2 секунды на выдохе. И в какой-то момент вы дойдете до того, что что-то мешает, что-то нужно расслаблять, что-то нужно удлинять. И здесь внимательно следите, в какой фазе дыхательного цикла вы торопитесь, когда вы вдыхаете быстрее, чем нужно. Сначала отметьте, можете ли вы с равной пропорцией вдох и выдох выполнять. У кого-то сложности со вдохом, у кого-то сложности с выдохом. Это зависит, как вы привыкли рекрутировать дыхательную мускулатуру. Когда удалось выровнять дыхательный цикл, начинайте его растягивать. Если пропорция долгая идет, там уже больше минуты весь дыхательный цикл, то это достаточно трудно будет. И уже точно будет эффект гиперкапнии. Чтобы он развился, нам нужно хотя бы сделать таких 6 циклов.